Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 мая и сегодня я начала выемку вот этих вот томатов, которые прямой посев в грунт безрассадных. Я сейчас покажу мельком, потому что мне некогда, я их уже рассаживаю. Сразу скажу, что все я их не буду брать. Я возьму только те, которые мне нужны. Вот я подснежник уже забрала, выбрала. Сейчас возьму трапеза влюбленных, потому что это редкий сорт. Я его оставлю себе, побольше посажу. Вот хочу показать, какая получается рассада. Скажу сразу, что рассада, она не вся, конечно, равномерная, потому что я сыпала горстями. Видите, но встречаются и маленькие, но в основном рассада хорошего качества. Видите, она такая толстоножка. Это вот не толстоногий сорт, это обыкновенный толстоногий. Сейчас покажу. Вот, например, госпожа удача. Вот она, госпожа удача. К сожалению, мне госпожа удача не нужна. Не знаю, кому-нибудь отдам. Посмотрите, какая она вырастает. Хорошая корневая система. Сама толстенькая. Все у них хорошо. Но любой можно выдернуть, любой. Вот полюс, например. Вот они, полюсы. Потому что, видите, сеяно как попало, горстями. Но вообще в основной массе все томаты такие толстенькие. Ну хоть сейчас их высаживаю в открытый грунт. Я ради эксперимента высажу вот трапезу влюбленных. Эту мелочевку я, конечно, не буду. Мне она не нужна. Высажу трапезу влюбленных. Ай! Подождите, переложу камеру. Боюсь замазать камеру. Высажу трапезу влюбленных. И вот взяла уже подснежник. Высажу подснежник для себя. Именно вот эти, посевом в открытый грунт, которые были. И мы потом летом посмотрим. Многие сомневаются, успевают ли они отдать свой урожай. Вот мы посмотрим. У меня трапеза влюбленных будет отсюда. И будет отсюда подснежник. К сожалению, больше никакие мне не нужны. А, тут вот клуша хорошая есть. О, клушу может тоже на завалинку куда-нибудь сунуть. Тут клуш, наверное, тысяча. Потом еще что здесь. Алтайский сюрприз я не сеяла. Коренет хороший есть. Ну-ка, ренетки. Какие выросли. Ой! Ну, все хорошо у них. У них потенциал, видите, корешки. Они толстые. Так что, у кого нет возможности выращивать на окне рассаду, можно посеять в холодную теплицу или в холодный парничок. Вырастут и здесь. Что с клушами? Что с 500 клушами делать? 500 клушев! Ладно, до свидания. Мне тоже сильно некогда. У нас идет дождь, я вся грязная. Но это очень благоприятный период для того, чтобы распикировать вот эту рассаду, чтобы она не болела. Все, пойду работать. Все, пойду работать. Продолжение следует...